Добрый день! Добрый день! Я начинаю очередную беседу, это продолжение моего рассказа о посещении мной, моей супругой в составе делегации ЦК Коммунистической партии Советского Союза Германской Демократической Республики. Это было в августе-сентябре 1689 года. Очень сложный период и для Советского Союза, где перестройка забуксовала и начал нарастать хаос. Ну и ГДР, которая вообще, так сказать, находилась в таком глубоком кризисе. В том числе и, может быть, начиная с того, что влияла советская перестройка. И вот я в прошлый раз остановился на нашей поездке из города Геры в Лейпциг. Вернулись мы в Геру, в Терюнгии, а потом переехали из Геры опять в Саксонию, где находится Лейпциг, только в район на границе с Чехословакией. В такое местечко Вернысгрюн. Это деревушка на вершине горы, исключительно красивое зеленое место. Рядом граница с Чехословакией, она совершенно неохраняемая, открытая. И люди туда-сюда ходили, как нам говорили, чехи приходили, потому что товары дешевле в ГДР стоят. Это ГДР, ГДРовцы в Чехии, потому что там ассортимент получше товаров. Ну и все жаловались друг на друга, мол, шастают здесь какие-то люди, но тем не менее продолжали и те, и другие этим заниматься. Остановились мы в доме отдыха, прекрасный дом отдыха для ЦК СЕПК, правящая партией ГДР. Первая же беседа с партийными работниками, опять они модно одеты, хорошо выглядят, такие солидные. Единственное, что бросается в глаза, все время курят за столом при дамах, никакого разрешения не спрашивают. И что еще бросается в глаза в обязательном порядке, где бы мы не останавливались, это факельные шествия по разным предлогам, по разным причинам и под разным предлогам. Это стрельба все время и это овчарки. Значит, вот вернется, говорю, факельное шествие такое какое-то, мы не поняли в связи с чем. Все, кто там работает в этом доме отдыха, ходят с карабинами, упражняются в стрельбе, там и в тире, и по каким-то там движущимся мишеням стреляют. И все время овчарки гавкают. И вообще, любимое, конечно, животное, как нам показалось, овчарки. Вот, например, местный руководитель говорит нам, плохо играет наша футбольная команда, надо на них овчарок напустить. Вот у нас в языке, по-моему, в лексиконе таких фраз, трудно даже их представить себе. Значит, овчарок напустить, ну там, визбить, там, может, можно сказать еще что-то. Это именно овчарок. Так вот, это везде, мы встречали. Значит, вот ведем разговор, они говорят, что мы братья ваши, вы нас спасли, вы нас освободили. Один пожилой партработник, который помнит войну, говорит, вот насколько ваши солдаты были лучше американских. Они были честные, они к нам прекрасно относились, к немецким ребятам. А американцы сволочи. Я говорю, а почему? Ну, вот они, знаете, нас все время угощали конфетами. Знаете, зачем? Зачем? Затем, чтобы показать, что американцы лучше русских. Вот они нас угощали конфетами. Понятно. Так, потом, значит, вот смотрите, они же, говорит, бомбили все, они ж трусы, ваши солдаты с оружием наперевес, гибли сотнями, тысячами. Вот они даже, вернее, с Грюни говорят, когда освобождали рейстакт, сколько тысяч погибло. А эти нет, они не шли в штыковые атаки, не шли в атаки с помощью пехоты. Они бомбили, 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 потому что трусы. И вот они все у нас уничтожали, а сами, значит, своей жизнью беревели. Ну, поговорили на эту тему. Потом, значит, рассказ о том, как живут люди. Мы говорим, что тут нам показалось, овощи как-то не очень качественные в магазинах продаются. Они говорят, да у нас крестья эти фермеры разленились. Это же для того, чтобы овощи выращивать, надо позвоночник гнуть. А им лень. Вот поэтому все, значит, такого не очень хорошего качества. Утром мы спустились в городок, который рядом находится с Верниц Грюном. И на что обратили внимание, да и раньше это уже видно было, а здесь это как-то бросилось в глаза. Хлеб перевозят, как у нас тогда перевозили, без какой-либо обертки. Колбасу тоже в таких ящиках, целые куски падают на землю, их поднимают, кладут назад. Овощи действительно не того качества, везде небольшие очереди. Такого большой вежливости от продавцов не ощущаясь. Я просто, так сказать, наблюдение, вот как это выглядело. Не то, что я кого-то пытаюсь заклимить и покритиковать, даже просто наблюдение интересно сравнивать. Ну, потом поездили по разным другим городкам этого района. Великолепная природа, великолепные действительно городки, домики симпатичные, все вроде ухожено. То есть не так уж, конечно, плохо, неплохо все смотрится, вроде бы. Теперь едем в город Кармелштадт, который сейчас вернул свое прежнее имя, Хемниц. Беседуем с партийными работниками, они нам говорят, что вот сейчас партия перестраивается, освобождается от всяких мерзавцев, которые не понимают успехи социализма. Социализм действительно огромных успехов добился. Народ тоже это не до конца понимает. А ведь живем здорово, возьмите рацион наших людей, мясо, молоко, яйца. Может, это не самые полезные продукты, но это калорийные вещи. И по этим показателям мы на первых местах в мире идем. Здорово живем. А потом почти все бесплатно, и медицина, и образование, безработицы нет. О будущем не надо беспокоиться. В общем, так сказать, живи не хочу. И все это благодаря партии, благодаря, конечно, Советскому Союзу, вашей помощи. Единственное, вот у вас, нам кажется, вы там с кооперативами перебарщиваете. Видите, у нас кооперативы только по государственным ценам все продают, под полным контролем. Производят только то, что надо государству и, как следствие, народу. А у вас-то они распоясались, ну, так это все осторожно говорится, с улыбкой, по-дружески. И то же самое арендаторы. Вот у вас там арендаторы в сельском хозяйстве, тоже движение капитализма. Ну, нужно ли оно вам? А так, в принципе, мы с вами, мы друзья. Мы берем с вас пример и будем под знаменем марксизма-ленинизма и идти дальше. Что касается нашего города, то это промышленный город, когда-то это был как Манчестер в Англии, город пролетариата. Власти, конечно, и хозяева предприятия не заботились о рабочих, живут они, жили в ужасных условиях, сейчас все приходится перестраивать. Мы дальше походили по городу, ну и оказалось, ну, на первый взгляд, как раз старые дома ничего смотрятся, а новые, такие жалкие, то, что у нас хрущевы назывались, даже как-то не соответствовали облику этого города. Да, выяснилось, что Кармаркс, кстати, никогда не бывал в этом городе, назвали его в честь того, что это пролетарский город, заслужил своими успехами в социалистическом строительстве. Сейчас повторяет опять Хемнец. Вот, погостили мы в этом городе, вернулись к себе, вернется Крюна, оттуда на следующий день поехали уже в следующий город, Цвикао, тоже такой промышленный город, значительная часть зданий не приведена в порядок, чувствовалось, что надо большие деньги потратить, чтобы вернуть зданиями к первоначальному облику, это старые в основном постройки, они действительно добротные, красивые, когда-то были, но все пришло в такое не очень впечатляющее состояние. Защищаем центр, в центре уже перемены были, и очень контрастировало все это с другими районами. Начались здесь беседы с партийными работниками, и что бросилось в глаза, это был единственный город в ГДР, где вдруг стали расхваливать нашу перестройку. Вот вы молодцы, вы здорово идете вперед. Вот Михаил Сергеевич предлагает ускорение, научно-технический прогресс, вот мы идем по этому пути, призывает быть ближе к людям, и так далее. Вот все, что вы делаете, для нас ориентиры. Заговорили о гласности, демократизации. Здесь уже в осторожных терминах нам говорили, что мы не можем пойти на то, что вы пошли в Советском Союзе. А вот, кстати, в Хемнице там открытым текстом нам говорилось, что мы в фортпост, мы на лезвии бритвы находимся, мы не можем себе позволить самокритику, мы как раз только себя хвалим. Потому что враг этим воспользуется, он и так, нашу молодежь пытается разлагать всякой ложью, поэтому никакой такой гласности нет. Но демократизация есть нам, и там, и там говорили. Вот раньше у нас при выборах депутатов на одно место один человек, и назначала партия. Теперь на 30% можно больше иметь кандидатов. И не только партия теперь может назначать, но и там квартальные комитеты. Причем акцент делается на том, чтобы женщины было больше, чтобы там интеллигенции было больше. Ну то есть опять это не тот, кто сам себя выдвинет или выдвинется людьми, а начальство решает, сколько быть доктором, сколько докторов должно быть, сколько не докторов, сколько рабочих, сколько нерабочих. То есть не столько выборы, сколько назначения под видом выборов. Вот, значит, главный тезис это в Хемнице был. Никакой демократизации такой, как у вас, и никакой гласности такой, как у вас, не может быть. Но, тем не менее, постепенно движемся вот в сторону демократизации в базовых вопросах выборе наших депутатов. Ну, тем не менее, все это под руководством партии. Власть мы не отдадим. Никогда, говорили нам руководители СЭПК на местах и в Хемнице, и в Цвикао. Будем двигаться по тому пути, который был намечен, который уже освоен, и по которому надо идти дальше. И все у нас здорово. Все нам будут только завидовать то, как мы делаем. Вернулись мы в Вернецгрюн, опять вечер, опять факельное шествие по какому-то поводу, опять, значит, стрельба тира. Особенно наш водитель автобуса очень любил, у него было два любимых занятия, приставать к официанткам и вообще шире к лицам женского пола. И стрелять, то ли в тире, то ли там, где придется, где можно было не только в тире стрелять, он и там стрелял. Ну, и опять овчарки, и разговоры об овчарках, что как надо использовать овчарок против тех или других людей. Против футбольной команды, или тех, кто выступает против социализма, тех, кто попался на узочку западной пропаганды. Возвращаемся мы в Берлин, там встречаем Егора Кузьмича Олегачева, одного из руководителей нашей партии, советского государства. Приехал с визитом в ГДР, тепло разговариваем, ГДРовский товарищ устраивает прощальный ужин, благодарят нас за визит. Мы благодарим их за действительно теплый прием, за интересную поездку. Они клянутся, что все будет в ГДР отлично, все будет так, как надо. ГДР будет продолжать на 7-мильных, так сказать, 7-мильными темпами идти вперед. И уезжаем мы 8 сентября из ГДР. Ну, а уже 9 ноября рушится Берлинская стена, и начинается процесс стремительного распада, развала ГДР. Сближение двух частей Германии, все это выходит из-под контроля. Немцы уже действуют сами, в сторону отодвинуто СЭПК. Сначала меняется руководство СЭПК. Советский Союз не только этому не мешает, а не собирается даже устно поддерживать бывших руководителей, а как раз подгоняет этот процесс. И он набирает темпы, а англичане, французы, все остальные тоже выражают сомнения, стоит ли позволять немцам так быстро сближаться и вести дело к объединению. Но этот процесс уже не остановить, уже немцы его оседлали и стремительно к этому идут. И происходит вскоре объединение Германии на основе, конечно, ФРГ. И наш союзник перестает существовать. Вот в сентябре мы были вроде еще, как казалось руководителям СЭП, все было здорово, а два месяца спустя все рухнуло. Вот на этом закончился наш визит в ГДР. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok